Слова о смерти Так называется одно из самых известных творений святителя Игнатия Бринчанинова. И читая его на уроках православия вместе с протеереем Андреем Каневым, мы постоянно повторяем, что речь в нем идет не столько о смерти, сколько и прежде всего о жизни. То есть самой вечной жизни с Богом, которую может наследовать каждый христианин. И святитель Игнатий через все свое творение красной нитью проводит мысль, что мы жизнь земную должны проводить в приготовлении к вечности. А в главе «Смерть праведников и грешников» свидетель на конкретных примерах показывает, как живут и как готовятся к вечности праведники. Так, повесть о Сесою Великом он начинает словами. «Кончина избранников Божьих преисполнена славой» и далее показывает, в чем же заключается эта слава. Когда настало время умирать великому Сесою, он стал видеть многих уже почивших прежде святых, а затем и ангелов, и временами беседовать с ними. Когда старцы, стоявшие у его постели, спросили, с кем он беседует и о чем, Сесой ответил, что он умолял ангелов, пришедших за ним, оставить его еще здесь, на земле, на короткое время, для покаяния. Старцы изумлялись и говорили, «Отец, ты не нуждаешься в покаянии?» А преподобный отвечал им, «Поистине не знаю о себе, положил ли я начало покаянию». А все знали, что он был совершен, что он был великим праведником при жизни своей воскресавшим мертвых единым словом и бывшей исполненным даров Святого Духа, пишет святитель Игнатий. «Какие же уроки мы можем извлечь из кончины монаха-отшельника, жившего полторы тысячи лет тому назад?» Эта история, конечно, с преподобным Сесоем, она очень яркая и показательная в том плане, что нам святитель Игнатий показывает добрый финал, потому что важно, что ориентироваться нам. Но его нужно тоже изнутри попробовать увидеть. Конечно, какие-то более опытные люди, может быть, еще глубже показали бы, но давайте хотя бы, у нас же азбучный уровень, поэтому давайте на азбучном уровне то, что сами понимаем, расскажем. Вот смотрите, что такое состояние этого самого преподобного человека, который уже готовится умирать, и он прекрасно понимает, что он не готов. Это не игра в смиренничание, которую нередко можно встретить в нас, а это искреннее духовное состояние. То есть нам показано, не как он к этому достиг, и, к сожалению, не показано, как. Но мы можем предположить, сейчас немножко об этом поговорим. А показано нам вот то состояние человека, который действительно стал смиренным. Не изображает смирение, а реально смиренный человек, который не видит в себе никаких даров. Вот с чего начинается опыт смирения у христианина? С соблюдением заповедей. Вот одна из заповедей блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Блаженны нищие духом, он не считает себя мудрым, опытным, богатым духовно, чем-то достойным каких-то наград. Он что видит? Он видит свое несовершенство, он видит свои грехи, которые у преподобного Сесоя, естественно, тоже были. Но в каком только уровне проявлений? Вот если, допустим, мы привыкли к жизни в свинарнике, то куча грязи нас не очень будет удивлять, только она очень большая какая-то, или, знаете, креативная куча грязи настолько привлечет наше внимание. Также и вот в нашей жизни, когда мы живем невнимательно, только какие-то потрясительные грехи, какие-то страшные прегрешения, какие-то события могут нас немножко привести в чувство. А если человек привык в жизнь в чистоте, то любая капля на складе или какое-то пятно, оно сразу привлечет его внимание. Как, собственно, и у преподобных отцов, нельзя же сказать, что они очистились полностью от грехов. А качество проявления грехов у них другое. Допустим, он в помыслах эти грехи уже замечал, или вообще видел всю свою греховность. И он не видел себя чистым, не видел себя достойным какого-то там преклонения, уважения и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Почему так получилось? Потому что он уже прошел по вот этим ступеням заповедей блаженства. Не то, что там преподобный Сусой на одной остановился, а все прошел. То есть это уже нам показан результат пройденной человеком, правильно пройденной человеком. Когда человек, умирая, он только… Видите, нам не показанное, нам только фразами рисуется вот эта вся история, а не показанное, насколько он глубоко молился. То, что внутренне не покажешь, да, наверное. Видите, вот закон духовной жизни таков, что если человек начинает заповеди выполнять, он в ближайшее время должен столкнуться с тем, что он их выполнить сам, вот сам, физически, своими волевыми усилиями, не может. Потому что вся эта грязь, испорченность, да, отравленность нашего естества, она не позволяет выполнить заповедь, потому что заповеди Божьи. Если бы они были человеческими, то они были бы другими. Они были бы очень доступными, там. Первая заповедь — посиди с друзьями, пиво попей, там, и так далее. Поблуди, там, поворуй, там, убей, там, и так далее. Вот это было бы очень по-человечески, кстати. А поскольку заповеди, они Божьи, и они отдаются людям для того, чтобы, выполняя их, человек к Богу пришел, то человек, христианин, начиная исполнять заповеди, он столкнется с тем, что сам он выполнить не может. И это приводит его еще к большему-большему осознанию необходимости Господа. И христианство здесь становится не просто, знаете, такая нравственная теория красивая, а практика жизни, когда христианин начинает искать. Вот что значит заповедь «Блаженно, алчащая, жаждущая правды»? Он реально начинает жаждать. Вы знаете, как в пустыне человек пить хочет, так и христианин начинает искать праведности Христовой. То есть правды, да? Правда не человеческая правда, что тебя там обругали, ты ее в суд на нее подаешь, а праведности жизни. Что делать, чтобы жизнь свою исправить? И вот нам как раз в историю с преподобным Мисосоем показано, что человек вот эти все заповеди прошел, вот эти ступенечки на небо прошел. И наверняка были истории, где и гнали его, и радитесь, и веселитесь, он знает что-то такое. Вы понимаете, вот особенность евангельских заповедей в том, знаете, вот когда мы поднимаемся на лифте в многоэтажке, вот мы первый этаж проехали, все, он уже там внизу, то заповеди и блаженства, они таковы, что они продолжают действовать. Это как бы и лестница с одной стороны, да? Но ты должен сохранить тот опыт, который ты на этой лестнице приобрел. Поэтому вот совокупность вот этих всех добродетелей, она проявляется в преподобном Сустое в том, что он говорит, я недостоин, не начинал покаяние, потому что он, чем ближе ты к свету приближаешься, тем он ярче. Это сидя в темноте, кажется, какой ты красивый, какое у тебя замечательное платье, и вообще-то весь из себя ничего, да? А как только ближе к источнику света подходишь, видишь, что ты какой ты, а еще если зеркало увидишь, так вообще ужасно. Так вот, чем ближе человек подходит ко Христу, тем он понимает, насколько он сам грязен, немощен, жалок, насколько он нуждается вот в этом самом свете. И преподобный Сисой нуждался в этом свете. Он не просто жаждал его, не просто желал быть рядом с солнцем правды. Он понимал и ощущал, что его внутренних перемен, ума, чувств всей жизни, что и означает покаяние, совсем недостаточно для того, чтобы стать пригодным для Царства Небесного. И когда преподобный на смертном адре говорил братьям, что еще не положил и начало покаяния, то он скорбел вовсе не о том, что не успел на исповеди перечислить все свои прегрешения или какие-то из них запамятовал. Нет, за его желанием продлить мгновение жизни для покаяния стояло нечто другое. Это очень важный момент. Мы покаяние сейчас, современные христиане, понимаем, как сходить на исповедь. А покаяние, мы, кстати, тоже с вами в прошлых каких-то передачах говорили, что это целый процесс изменения. Собственно, слово покаяние, если переводить из греческого языка, означает перемена ума. То есть ум переменился. Вот представляете, переменили правила дорожного движения. Но люди же будут ездить по-другому. Так же и ум, как руководитель. Он меняет правила. Вот если раньше человек жил по волчьим законам, да, каким-то таким, то приедет к вере, он начинает жить как христианин. Ну, пытается, естественно, да. И у него начинает меняться понятие, что то, к чему он привык, то, что любил, оно не то, что не приводит ко Христу, а противоположен даже Богу. Он начинает это менять. Это длительный процесс, еще раз скажем. Это не то, что там, ах, вспыхнул, а дальше снова возвратился на старое. Это целый процесс жизни. Почему нам и показан вот этот преподобный Сосой как замечательный образец, очень яркий, очень внутренний. Это не просто сходить на исповедь. Очень бывает, даже, знаете, противоположная история, когда человек идет на исповедь, формально, а покаяния у него нет. Ну, это не увидишь, поскольку сердце человека не видно нам, грешникам, но по результатам вообще его жизни, вот почему человек не меняется, да, допустим? Или почему он после причастия ведет себя там как-то так далеко, не как человек, который со Христом встретился. Это бывает как раз из-за того, что человек на исповедь сходил, а покаяние не произошло. Он грехи любит. А раз любит, значит, он, получается, останется с тем, что любит. Вот любишь грехи, будешь с грехами жить. Не любишь грехи, значит, ты будешь с ними бороться. Это уже тебе не друзья, это уже насильники, даже если они проявляются. А они, наши любимые грехи, проявляются в нас непрестанно, даже когда мы начинаем бороться с ними. Они редко, особенно на первых порах борьбы, они побеждают нас. Примеров тому множество. Давайте рассмотрим классический. Допустим, мы кому-то помогали, старались, отдавали человеку последнее, ну или предпоследнее, а он взял и вытер ноги об эту помощь и продолжил делать свои беззакония. Как отреагирует на этот человек, не ведущий борьбы со своими страстями? Как минимум, осудит ближнего и обидится на него, а то и разгневается и при встрече с тем грешником скажет ему все, что о нем думает. Ведь так? А христианин, ведущий борьбу со своими страстями, может поначалу просто закрыть свой рот и не дать ядовитым словам сорваться с языка. Тот же, кто ведет такую борьбу долго, уже не осудит брата своего, не прогневается на него, а будет способен произнести слова, спасительные для своей души. «Господи, я этого человека прощаю, и ты его прости и помилуй». Хотя сердце и на эти слова может пока не отозваться сочувствием, состраданием. Оно еще покипит, но страсти из него уже не убегут, как молоко из кастрюли. Кто пробовал, тот знает, как трудно менять себя, как сложен этот внутренний процесс покаяния, сколько в нем есть, оказывается, препятствий, которые не преодолеть с первой попытки. Этих попыток должно быть много, чтобы появился духовный опыт, появился навык выполнения той или иной духовной задачи, того или иного духовного упражнения, которое имеет свой уровень сложности, тонкости. И это уже область аскетики, то есть самой аскетики, которой должны заниматься не только монахи-отшельники, а все христиане, желающие быть избранными Богом для Царства Небесного. А потому вслед за преподобным Сесоем скорбящие, что для этого их покаяния недостаточно. Это показатель правильного ориентира. Знаете, сколько проблем? Это колоссальная проблема. Казалось бы, все просто. Все просто. Признай себя грешником, раскайся, ну, теоретически просто, и следуй за Христом. Но одна из серьезных препод, стоящих на пути современного христианина, это то, что он боится признать себя грешником, потому что ему кажется, ну, лукавый так рисует, что ты должен быть идеальным. Вот стану совершенным, да, приду ко Христу. Ну, так, это они так не думают многие, но идея такая, а как я грешник, приду ко Христу? Представляете, что он говорит? Это лукавый выстраивает противоположное совершенно направление. Не ко Христу получается. И вот этот несчастный человек мучается, ищет, страдает, ищет радости, но где? Куда идет это? И в итоге, ну, дай, Господь правильно найдет. Но это очень распространенная сейчас беда. Когда человек говорит, вот я согрешил, поэтому он не кается, а он начинает в отчаяние впадать. И, к сожалению, вот по такому опыту, вот люди начинают о покаянии рассуждать. Вот представляете, берется неправильный опыт, и по нему начинают оцениваться что-то верное, правильное. Вот это очень ошибочно и губительно, мне кажется. Потому что если мы так начнем, допустим, о покаянии рассуждать, что оно такое унылое, неправильное, заводящее там духовные тупики, так мы говорим не о правильном что-то, а если у человека, допустим, навигатор сбит, и в нем неправильные карты, он заехал, вместо прекрасного сада заехал в пустыню, не надо говорить, что все навигаторы плохие. Значит, настройка должна быть какая-то, правильно. Так что и тут, к сожалению, это такая распространенная беда. Лукавый работает в этом направлении, очень серьезно, чтобы сбить, сбить ориентиры христианину. Вот если покаяние переменного ума, чтобы перемены ума сначала не было. Ведь человек, как меняется? Сначала не меняется понятие, потом меняются чувства, ну и жизнь там и так далее. А если в самом начале ум настроен неправильно, вот с таким, ориентир неправильно, да, навигатор не туда стрелку показывает, компас не туда стрелку показывает, все, человек не изменится никак. И как бы он не ходил на исповедь, как бы он там не изображал благочестие, внутренне не происходит вот этого самого изменения человека. вообще не начинается. Только если бы особый промысел Божий вмешивается, когда начинается потрясение, да, это же из-за градыни мы не хотим признать себя грешниками. Или признать так, знаете, так, условно. И что происходит? Когда Господь внешним чем-то смиряется, да, таким промыслительным смирением, смиряет человека, вот тогда человек начинает задумываться. Господь же милый, стихон. Вот мы говорим, Господь есть любовь. Господь же есть любовь, мы скажем, Он же вразумляет, мало не покажется. И это проявление как раз отеческой любви, они еще, и они там, в пустах. Поэтому там правильно что-то понятия у нас были. Тогда учат святитель Игнатий и те грешники, что принесут искреннее раскаяние во грехах, сподобятся милости Божией. И в подтверждение этих слов он приводит историю о свирепом и жестоком разбойнике, которого никак не могли поймать. Но правитель той страны, где он промышлял, будучи человеком благочестивым, поймал разбойника иначе. Он послал ему свой наперстный крест и пообещал, что все его злодеяния будут прощены при условии, что тот исправится. Разбойник умилился, пишет святитель Игнатий, и сам пришел к царю. Припав к его ногам, он раскаялся во всех своих преступлениях, а вскоре заболел. И, увидев во сне, страшный суд понял, что конец его жизни близок и обратился с молитвой ко Господу. Эту покаянную молитву разбойника хорошо бы выучить и нам. Владыка, человеколюбивый царь, спасший прежде меня подобно ко мне разбойник, удиви на мне милость Твою, приими плач мой на смертном одре. Как принял Ты пришедших в едино на десятый час, ничего не совершивших достойного, так приими и мои горькие слезы, очисти и крести меня ими. Больше этого не взыскывай с меня ничего. Я уже не имею времени, а взаимодавцы приближаются. Не ищи и не испытывай, не найдешь во мне никакого добра. Предварили меня беззакония мои. Я достиг вечер, бесчисленные злодеяния мои. Как принял Ты плач апостола Петра, так прими этот малый плач мой и омой рукописание моих грехов. Силы милосердия Твоего истреби мои прегрешения. Продолжение этой истории знакомо многим. Как притчу ее нередко повторяют наши дни. Повторим ее и мы. Тому кающемуся разбойнику только и оставалось, что оплакивать свои прегрешения. Ведь что-то изменить или исправить он уже не мог. Но покаянного плача и сокрушения сердца оказалось достаточно, чтобы умилостивить Бога и получить от Него прощение. Вот как об этом говорится в притче. В тот час, когда разбойник умирал в страноприимном доме, врач, служивший там же, увидел во сне следующее. Множество бесов явилось к постели умирающего, держа в руках рукописание его грехов, а за ними стояли два ангела с весами. И когда бесы положили на одну чашу весов в списке грехов разбойника, ангелы задумались. Что же мы положим на свою чашу? Нет у нас ничего, ибо прошло всего несколько дней, как он перестал убивать. То есть делать зло человек уже перестал, но ничего доброго он еще не успел сделать, и вряд ли успеет. И тогда ангелы решили положить на свою чашу весов платок, омоченный теми слезами, которые разбойник проливал перед смертью. И когда они это сделали, то мокрый от слез платок перетянул все грехи, и списки бесовские исчезли. Ангелы же взяли душу умершего и воскликнули в один голос. Поистине победила человеколюбие Божие, а бесы бежали посрамленными. Увидев этот сон, врач поспешил в страноприимный дом и, подойдя к постели разбойника, нашел его тело еще теплым, а рядом с ним действительно лежал платок, наполненный слезами. История очень интересная, очень красноречивая, очень яркая картинка. Но она, как всякая картинка, требует обсуждения, опять же, внутреннего, попытки внутренне рассмотреть эту картинку. Мы, современные люди, очень склонны к упрощению. Нам так удобно, у нас много информации в голове, но хочется все попроще. По детсадочному. К сожалению, очень серьезные вещи, вот современные наши уважаемые, дорогие люди, они начинают тоже рассматривать очень упрощенно. Вот, допустим, эта история с разбойником, как и с разбойником на кресте, к сожалению, некоторым людям кажется, что это повод не обращаться к покаянию в течение жизни. Или повод сказать, а вот видите, ведь помилованы были, значит и все спасутся. А давайте-ка рассмотрим вот эту молитву, кающегося этого разбойника, вот этого конкретно, не того на кресте, который тоже очень интересно его разобрать, кто он такой, да, ну просто не тема сейчас. А вот этого разбойника, раз мы про него вспоминаем. Вот давайте мы можем, можно сделать эксперимент, вот послать крест какому-нибудь там разбойнику современному. Что, он придет? Я сомневаюсь. Почему? Потому что вот вот этот разбойник, он кается-то как? Его молитва-то о чем говорит? О том, что он знает основы веры, он просвещен в христианстве. Это разбойник-христианин. То есть человек, который, к сожалению, знает, верующий, но впал вот в эти самые грехи. Более того, вот эта самая молитва, он, в этой самой молитве он раскрывает, что он Евангелие знает. И для него вот эти слова царя о прощении и крест, это не просто, знаете, для тщеславия, вот царь мне крест подадил, а это символ прощения, призыв к покаянию. И он понимает, что такое. И если он на него откликнулся, это означает то, что он до этого момента уже был готов каяться. То, что он свою жизнь не рассматривал как хорошую, не рассматривал как достойную. Он наверняка каялся уже в своих грехах. И ему нужен был знак, символ, призыв, последняя капля. Когда он получает этот самый крест, этот самый призыв по кайсе, да, и он начинает каяться. То есть как бы к деятельному покаянию призывается этот самый разбойник. А если мы будем говорить о современных каких-то случаях, да, когда человек, вот, ну, к сожалению, надо говорить о таких случаях, когда родственники призывают вот к умирающему человеку, а ему ничего не надо. Ему вот, не то, что крест прислали священник с телом крови Христового пришёл, ему не надо, потому что он не верит. Понимаете, в чём дело? Вот. И все наши современные вот эти все истории про то, что там все-все-все-все там спасутся там, или все разбойники будут помилованы в обязательном порядке, это неправда. Мы и себя обманываем, людей не должны обманывать. И этот разбойник, вот этот вот, о котором Сатири Игнатия пишет, он был готов к покаянию. И это всё оценивается как раз вот этой самой молитвой, потому что его же не просто наиспеть пригласили, ему предложили поменять жизнь. И этот человек прекрасно оценивает своё состояние. И мы не знаем, вот этот платок со слезами, он наплакал сейчас или наплакал когда-то раньше. Нам не раскрыто. Но думать, что это что-то такое, знаете, одноразовое, какой-то акт, раз, переключили свет, вот тут не надо упрощённо это понимать. Это означает, что человек всё равно переживал, болел этим, верил во Христа, пусть его вера была неживой, мёртвой какой-то, извращённый, бесы поиздевались над этим человеком. Нам не раскрыто, да, его детство, почему он таким стал. Но вот этот вот случай, он очень яркий, показательный, что самый тяжкий грешник может быть помилован, если он кается. Но о каком помиловании может идти речь, если сам человек отвергает покаяние или просто откладывает его на потом? Эта история как раз про то, что нам как раз и не надо ждать-то ничего. Нам сейчас надо готовиться, потому что это исключительные случаи, посланные для урока христианам. а не для того, чтобы, знаете, мы там сначала становились разбойниками, а потом ждали, когда нам крест кто-то пришлёт. Нам итог в виде церкви нам уже он прислал. Нам не надо ждать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok